МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель Верховной Рады Александр Турчинов, киевский городской глава Виталий Кличко и члены правительства. Арсений Аценюк отметил, что наши бойцы, как и 70 лет назад, вынуждены с оружием в руках проявлять доблесть, защищая мир и покой каждого украинца. В свою очередь, Александр Турчинов подчеркнул, хотя официальных результатов парламентских выборов еще нет, уже можно отметить, что украинцы проголосовали против фашизма и тех сил, которые финансировали терроризм и сепаратизм на востоке страны. В Центр избирком начали поступать первые протоколы с мокрыми печатями. Уже приближается к концу обработка электронных протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно этим данным, в парламент проходят 6 партий. Более детально расскажет наш корреспондент Виктория Попович. Она работает в ЦИКе. Виктория, здравствуй. Ждем от тебя последних данных. Здравствуй, Виктория. Да, действительно, в ЦИК уже поступали протоколы оригинально с мокрыми печатями. И первыми привезли оригинальные документы представители 146 округа Полтавской области. Их документы в Центр избиркоме приняли и отправили на дальнейшую обработку. Ну, а вторыми, как ни удивительно, прибыли представители 45 округа. Это округ, который находится в Донецкой области. Однако, комиссия работала в городе Славянске. Согласно их данных, там проголосовало 2037 человек по партийным спискам. И, что интересно, более 50% людей, которые голосовали на 45 округе, отдали свои предпочтения партии Петра Порошенко. Именно 1175 человек. 386 человек проголосовало там за оппозиционный блок, а 314 отдали свои голоса сильной Украине. Ну, и что касается депутата-мажоритарщика, который выиграл в 45 округе, это Ефим Звигильский. Он самовыдвиженец, но на самом деле член партии регионов. Ну, а что касается результатов, то в ЦИК уже обработано 87% и 70% голосов избирателей. Сил так и не поменялось. Нога в ногу продолжают идти партии от правительства. Это, однако, Народный фронт Арсения Цнюка лидирует. Его результаты 22,11% голосов избирателей. Ну и на 0,4% отстает блок Петра Порошенко. На третьем месте по-прежнему политическая организация «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового. Ну и на третьем месте оппозиционный блок с результатом 9,41. Пятое место уверенно занимает радикальная партия Олега Ляшко. Их результат составил 7,48. Ну и замыкает шестерку победителей, которые проходят в Верховную Раду партия «Батькевщина» Юлия Тимошенко. Ну, очевидно, что вопреки ожиданиям национального экзитпола в парламент 8-го созыва так и не сможет войти партия «Свобода». Им не хватает 0,3% для преодоления 5% проходного барьера в Верховную Раду. Ну и хотелось бы отметить, что в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях обработали наибольшее количество электронных протоколов по партийным спискам. И везде, в каждой из этих областей обработали более 90% голосов избирателей. И на многих округах даже завершили эту процедуру. Ну и что интересно, в аутсайдерах по-прежнему с Донецкой и Луганской области там обработали всего 64% и 44% голосов избирателей соответственно. Но что касается подсчета голосов в одномандатном округе, то тут происходит подсчет голосов более живо. Более 90% протоколов уже подсчитано в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской областях. Ну а средняя цифра по Украине составляет 85% обработанных голосов. И как стало известно, то в парламент проходит 64 кандидата-мажоритарщика от партии Петра Порошенко и 19 кандидатов-мажоритарщиков от Народного фронта. Остальные же это самовыдвиженцы. Но ситуация складывается следующая. Среди них очень много экс-регионалов. В ЦИК сегодня надеется закончить обработку электронных протоколов. И уже с 11 утра начали принимать, повторюсь, оригинальные протоколы с мокрыми печатями. На этот час у меня все. Студия. Спасибо, Виктория. Напомню, на связи со студией была наша корреспондент Виктория Попович. Президент Украины провел телефонный разговор с вице-президентом Ша Джозефом Байденом, который высоко оценил действия Петра Порошенко, поскольку они обеспечили демократичность выборов в Верховную Раду. Вице-президент Ша отметил, что решение провести волеизъявление в такое непростое для страны время вызывает восхищение и добавил, что Украина нуждается в реформах и работа над ними еще впереди. В свою очередь, Петр Порошенко поблагодарил Соединенные Штаты лично Джозефа Байдена за поддержку и сообщил, что его дальнейшие усилия будут сосредоточены на мирном процессе и содействии реформам. Кроме этого, собеседники обсудили визит вице-президента Ша в нашу страну в ноябре. Стороны выразили надежду на продуктивный диалог для мирного процесса на Донбассе, поддержку реформ, экономическую помощь и сотрудничество Украины с МВФ. Демократическими назвал парламентские выборы в Украине президент Ша Барак Обама и теперь ожидает быстрого формирования правительства. Он считает выборы в Верховную Раду важным шагом на пути к демократическому развитию Украины. Кроме того, Обама призвал Россию повлиять на боевиков на Донбассе, чтобы в этом регионе 7 декабря состоялись законные местные выборы. Глава Белого дома еще раз подчеркнул, что США не признают никаких псевдовыборов ни по украинскому законодательству в районах подконтрольных боевикам. Американский президент также пообещал властям Украины помочь в вопросе возвращения Крыма. Он заявил, что Соединенные Штаты также будут продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. На новоизбранной Верховной Раде предстоит выстроить четкую систему приоритетов и работать далее над внедрением реформ. Украина должна избавиться от пережитков советского прошлого и выйти на новый европейский уровень развития. Об этом в эксклюзивном интервью нашему каналу рассказала международный наблюдатель Раса Юкнявичины, глава делегации парламентской ассамблеи НАТО из Литвы. Я думаю, что люди сказали очень ясно, что европейский путь для Украины – это их выбор. А чтобы идти по этому европейскому пути, я знаю из своего опыта, опыта моего государства, надо будет очень много сделать, сделать реформ, которые не будут легкими, иногда будет больно, но без операции, я как доктор бывший могу сказать, без операции не будет и европейского государства. Надо идти по этому пути и не останавливаться, тогда только этот европейский путь будет, как бы сказать, достигнут. По-европейски создавать свою политическую систему, ответственную политическую систему. Конкретные параграфы, конкретные меры надо принимать, и эти реформы, конечно, надо сделать. Самое главное, чтобы уйти от этого советского, подсоветского. И я знаю, что президент ваш говорил, что у него есть уже книга реформ, надо сесть за столом. И договориться, какие реформы нужно сделать, в первую очередь, в вторую очередь. Россия признает, парламентские выборы в Украине будет вести диалог с правительством и коалицией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Политик уверен, что Москва сможет договориться с ведущей силой украинского парламента блоком Петра Порошенко. По его словам, эта политсила является партнером России президента Владимира Путина по минским договоренностям. Лавров отметил, что президент Украины неоднократно подтверждал свою приверженность к выполнению этих договоренностей. Глава российского МИДа уверен, что в новое украинское правительство войдут политики, поддерживающие курс президента по восстановлению мира. Напомню, ранее Лавров заверил, что Россия не будет выполнять требования Запада. И думаю, что мы признаем результат этих выборов, поскольку нам очень важно, чтобы на Украине наконец появилась власть, которая занимается не борьбой друг с другом, не перетягиванием Украины, то на Запад, то на Восток, а занимается теми реальными проблемами, которые перед страной стоят. Рейтинг Владимира Путина резко снизился впервые с начала антиукраинской кампании в России. Как свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, рейтинг главы Кремля, достигший в августе локального пика, начал снижение. Так если в августе за Путина на президентских выборах были готовы проголосовать 57% россиян, то в сентябре уже только 49% опрошенных. Для сравнения, в январе этого года, то есть до событий на Майдане в Украине, рейтинг Путина составлял 29%. Эксперты утверждают, что анализировать снижение рейтинга российского президента можно будет, если оно продолжится на протяжении двух месяцев подряд. Евросоюз не собирается отменять санкции против России. На предстоящем сегодня в Брюсселе заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС будет рассмотрен вопрос о переоценке режима санкций против России. Однако их смягчения ждать не стоит. Как и для большинства внешнеполитических решений, для ослабления санкций потребуется согласие 28 стран-членов ЕС. Процедуру может заблокировать любое государство. Шанс переломить ситуацию в России появится к 15 марта. До этого срока продлено действие первого пакета ограничений. Российская валюта продолжает падать до рекордных минимумов. На торгах московской биржи курс составил 42 рубля 31 копейку за доллар и 54 рубля 3 копейки за евро. Таким образом, российская валюта продолжает ставить новые антирекорды. Аналитики считают, что валютные колебания в России связаны как с падением цены на основные экспортные продукты, нефть и газ, так и с санкциями, введенными Западом из-за агрессивной политики Москвы в отношении Украины. И пока на этом все еще. Увидимся. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok